Здравствуйте, дорогие наши друзья! Снова у вас в гостях программа «Анекдоты от А до Я» от артистов Валерия Астахова и Владимира Ямненко. Приятного вам просмотра! Не, ну вы представляете? Можно себе допустить подобные вещи? Представляете, у 12 часов ночи этот Леня звонит мне, чтобы сказать, что он приехал из Лондона. Я бросил трубку, обматерил его, конечно. А потом как-то неловко стало. Позвонил ему в 5 утра, чтобы извиниться. Слышь, Колян, по-моему, мне жена изменяет. Тю, а с чего ты взял? Ну вот смотри, мы переехали с ней в прошлом году в другой город, а сантехник приходит тот же. Моня, ну шо ты надрываешься, шо ты психуешь? У него же на лице написано, что он малограмотный. Да? А как ты узнал? Со шипками написано! Бабушка, бабушка, скажи себе, а кровь вкусная? Внучок, ну откуда же я знаю? Как? А мне папа сказал, что ты у него всю кровь высосала. Твой папа без мозгов. Я это знаю, он мне говорил. Он говорил, что ты ему мозги высосала еще прошлым летом. Звонок в дверь, открывая тетя Соня. Здравствуйте, тетя Соня. А Боря выйдет гулять? Нет. Почему? Боря кушает. Может и ты хочешь покушать? Да, тетя Соня. Так беги домой покушать. Фима, что я вижу? Смотрите, я не понял, что Сема опять пьяный ходит? Он же вроде подвязался и не пьет. Да, он таки бросил пить. И очень удачно. Но от привычки утром похмеляться, он так и не отказался. Вы слышали? Вы слышали? Абрамовичу дали 10 лет. За что? Он бросил жену. И? Та ну. А ты гонишь, не может такого быть. Я сам двоих бросал. Да? А с какого этажа? А я вам так скажу. Если в наше время смотреть на вещи трезво, то очень хочется выпить. Изечка пробегается школой домой и кричит. Мама, мама, мамочка! Говорит, что такое, Изечка? Что случилось? Мама, я роль получил в школьном спектакле. Да ты что, поздравляю. И какую роль? Еврейского мужа. Да? Иди немедленно в школу и скажи, чтобы дали роль со словами. Грабитель вломился среди белого дня. Связал чувиху, чувака. Связал, блин, и угрожая ножом. Чувак говорит, все драгоценности, которые в хате, давай сюда. Тут говорит, братан, бери, что хочешь, только развяжи и отпусти ее. Шо, а так любишь свою жену? Это не жена, это соседка, а жена вот-вот придет. Париж. Вдруг так раз проезжает 221-й Мерседес, паркуется. Рядом так останавливается 607-й Пежо и велосипед. И каждый из водителей выходит из своего транспорта, замещая друг друга. Говорит, Изя, Моня, Хайм, боже мой, сколько лет, сколько с ним. Это ж надо, в Париже мы таки встретились. Это ж надо, это надо отметить. А ты помнишь тетя Песева? Говорит, спокойно, конечно помню. А дядя Изя, это же был уникальный человек. Тетя, какие она делала нам форшмачки, а? Говорит, ладно, давайте вспомним, зайдем в какой-то ресторанчик, поговорим об этом. Что мы прямо на улице. Хайм говорит, глядя на свой велосипед, знаете, ребята, зайди в ресторанчик, мне не по карману. Хайм, ну что ты начинаешь? Ну посидим, ну что ты начинаешь? Ну не будешь кушать. Фима, а вы помните то время, когда презерватив в аптеке стоил 2 копейки, А пирожок с повидлом 5 копеек. Э, мне еще и не помнить. Тогда за 7 копеек можно было так погулять, что теперь страшно вспомнить. Дорогие друзья, напоминаем, что мы с нетерпением ждем ваших анекдотов, записанных на видео, с пометкой анекдот специально для программы анекдоты от А до Я. А в конце года победителя ждет замечательный приз. Ой, я не знаю, вот это пишут и пишут, пишут в этом интернете, вот шо попало, вот головой не думают, пишут, вот лишь бы шо, блин. Ну как мне это все надоело? Ой, пойду лучше мусор вынесу, а потом посуду помою. Я тебе сейчас пойду, давай колись, кто этот зайчик и почему ей было так хорошо с тобой на нашей даче, а? Говорит, вечерком так идут два дружбана, Коля и Саня, и так смотрят на заборе, что-то темненькое. Саня говорит, опа, кошка, смотри на заборе. Говорит, нет, Саня, это ворона. Говорит, да какая ворона, кошка? Да ворона я тебе говорю, вот давай камень бросим, а если полетит ворона, а если побежит кошка? Они бросают камень, бах, ну раз и улетело. Говорит, а, я говорил. Да, я никогда бы не поверил, что кошки умеют летать. Прикинь, Коля, вчера купил туфли себе, всю зарплату за них отдал. Нифига себе, а шо это за туфли? Та обычные туфли, зарплата такая. Звонок в домофон. Слушаю вас. Здравствуйте, я стекольщик. Окна стеклит. Да у нас стекольщик есть, он стеклит окна. Да это опять я. Доктор говорит пациенту, милейший, у вас наблюдаются явные признаки паранойи. Следишь за мной, сука? За столом. Ну, мадам, а можно вашу ручку? Ой, боже мой, какая изяшная ручка. А достань этой ручкой дяди из баночки огурчик. Ой, Семен Маркович, добрый день. Как ваши дела? Ой, как мои дела? Как у старого танка. Это как? Как, как? Дула еще стоит, а воевать не с кем. По базару идет мужчина, подходит. Говорит, о, это вы сами делаете колбаски? Говорит, да. Можно вот эту попробовать? Это какая? Ну, типа Краковская. О, я люблю, типа Краковская. Ну, да, типа. Жирноватая. А это что за колбаска? Ну, сервелатик, типа. О, сервелатик, хорошая колбаска. Кусочек дайте попробовать. Не знаю. По-моему, вы ее переперчили. А это что за колбаска? Ну, это типа московская. Хорошо, отрежьте мне кусок. Ой, ой, не надо, не надо очень. А ну, дайте все равно. Жирненькая, но... Ну, ничего так. Ну, какая-то вроде пресная. Вроде как без специй. А это домашняя? Угу. Ну, дайте кусочек. Домашняя. Ну, да, по-моему, по-моему, мясо очень мелко рубить. Смотрят, за ним уже очередь такая образовалась. Ой, я прошу прощения. Я, наверное, задерживаю из очереди. Ничего, ничего, завтракайте. Мы подождем. Два рыбака выловили сетью муму, которую утопил Герасим. Она говорит, ой, спасибо, мужики, вы мне жизнь спасли. Они такие офигевшие говорят, ни хера себе, говорящая собака. Она, блин, говорящие мужики. Фим, а дорогой, ну, скажи честно, шо тебе во мне не нравится? Шо? Не нравится, когда ты храпишь. Ну, а когда занимается сексом? Вот именно. На базаре очаровательная блондинка примеряет шубу норковую. Ну, и спрашивает у продавца кавказской национальности. И сколько эта прелесть стоит? Один ночь любви. Он говорит, хорошо. Поворачиваться к сзади стоящему здоровому амбалу и говорит, Вася, расплатись. Дорогие друзья, вот и закончилась наша встреча. Смейтесь, получайте удовольствие, но не забывайте подписываться, делиться нашими анекдотами с друзьями и обязательно ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова